34 года назад, 15 февраля 1989 года, ознаменовано окончанием войны в Афганистане, выводом наших войск. Прошло 34 года, но это ощущение, как будто это было вчера. В центре Одинцова у мемориала славы и вечного огня почтили память павших воинов-интернационалистов. Ежегодно 15 февраля здесь чествуют солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В одной только кровопролитной афганской войне погибли более 15 тысяч человек. Афганистан был в период Советского Союза, где без разницы, кто каких национальностей, русские, украинцы, белорусы. Мы победили не только фашизм в 41-45, но и как воины-интернационалисты пошли защищать свою родину на территории других государств. На патриотическом мероприятии собрались ветераны, окружные депутаты, сторонники партии «Единая Россия», учащиеся образовательных учреждений и общественные деятели. В ходе памятной акции мать погибшего в Афганистане военнослужащего Рушалия Синева вспомнила, каким был ее любимый Саша. И вот так 42 года Саши нет. Каким он был, когда он готовился к армии, он был и десантником, фаршютистом, ходил в эти воинские части, где учили ребят этим там. Вот готовился к армии, все это ему пригодилось, но, к сожалению, его нет. Спасибо вам, что вы сегодня все пришли и помните о наших ребятах. Собравшиеся почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в локальных войнах, а затем возложили цветы к вечному огню. После чего была проведена поминальная панихида в храме Георгия Победоносца. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.